приветствую себе продолжается трансляция на укрлайф я андрей метлю сегодня у нас в онлайне политолог андрей дорошенко приветствую здравствуйте ну и тема как же продолжается терроризма в широком смысле и в узком вот события последовавшие после чарли в до после нападения на редакцию уже есть новый номер 3 миллиона расходятся или разойдутся вот-вот в общем-то далее конечно пристанище в редакции но этому предшествовали какие-то наверно события не только в мире и ближайшие и так сказать отдаленной ретроспективе вот как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в европе с этим событием ну вы знаете ситуация достаточно плохая поскольку оказалось что европа к сожалению сегодня во многом беззащитна перед международным терроризмом и если французы скажем стали жертвами такого терроризма и естественно для них для многих из них это шок это нечто невообразимое до последнего времени хотя и раньше как бы случались у них определенные теракты нападения там взаимные непонимания ну это было как бы в рамках но вот такой наглый публичный расстрел 12 человек массовый по сути расстрел затем вы знаете нападение на этот кошерный магазин и убийство четырех как минимум заложников там плюс террорист то есть по сути речь идет о десятках жертв и конечно вот сейчас очень важно я так понимаю что это дело чести для французской полиции для французских спецслужб все же достаточно быстро сжато и исключительно эффективно разоблачить не только исполнителей этого жестокого и страшного преступления но и заказчиков потому что если мы не будем знать заказчиков этого преступления то естественно будет сложно говорить об эффективной борьбе с терроризмом и в этом смысле я думаю как раз тот факт что например буквально в первые считанные часы были найдены документы и затем мы уже вы знаем о том что были фактически уничтожены исполнители теракта ну как считается да потому что есть разные точки зрения но как бы говорят о том что это были реальные исполнители теракта к сожалению одна девушка которая я так понимаю обеспечивала логистическую поддержку теракта она успела убежать и кружным путем выехала через испанию турцию сирию сегодня но вот обратите внимание как действовала достаточно оперативно разумно а французская правоохранительная система и в этой связи когда мы говорим о франции о европе конечно хотелось бы сказать что вот знаете на фоне того как французы действовали решительно жестко профессионально в деле подавления теракта в париже мне например сегодня вызвало большое разочарование сообщение по линии интерпола да да вы знаете что было заявление интерпола пресс-служба об этом сказала которая фактически полностью дезавуировала работу украинской правоохранительной системе по делу об убийствах на майдане потому что ведь убийство на майдане тоже теракт согласитесь это тоже теракт это политический террор и во многом я хочу отметить сегодня репутация украины находится под ударом потому что если перевести с дипломатического языка пресс-релиза интерпола на человеческий язык по сути лучшие сыщики мира собранные международной полицейской организации сказали что те такое что те документы вероятные и доказательства которые представила украинская сторона по делу о майдане является ничтожными неубедительными что версия которую нам рассказывали в течение года о некой преступной организации во главе с януковичем тоже поставлена получается под сомнение и фактически более того следователи интерпола сказали что ребята мы считаем это политическим заказом это прямо написано в пресс-релизе понимаете то есть и в результате получается ситуация что год потерян да и мы не знаем не исполнителей не заказчиков этого теракта на майдане в результате которого массового расстрела погибли десятки людей ведь ни один человек не задержан по мне не может задержан но ну и делать его понимаете подозреваемый насколько сеть тут же в чем проблема самое главное в том что интерпол поставил сегодня под сомнение работу правоохранительной системы украины в течение года по делу о майдане вот о чем необходимо сказать то есть они фактически еще раз подчеркиваю если перевести с пугает такого дипломатического куриного языка на человеческий они сказали что правоохранительные органы украины не справились с расследованием убийств массовых убийств на майдане как ребят евромайдановцы так и ребят в погонах которые стали жертвами которые там подставили предали и убили понимаете значит и получается ситуация что сегодня виктора януковича до разыскивает по делу о финансовых махинациях о коррупции но я хочу вам сказать что ни в коем случае не обеляя бывшего президента мы знаем о том что коррупции это к сожалению родовое пятно сегодня в украине и да до него разыскивали но не к многих чиновников скажем по делам о коррупции его сейчас разыскивает возможно кого-то из нынешней власти через какое-то время будут разыскивать по коррупционным делам или по делам о нецелевом использовании международной финансовой помощи как бы это одно одно дело но получается что дело о майдане не расследовано в этой связи я просто хочу отметить говоря об эффективности борьбы с терроризмом что свое время профильный комитет парламента кажется комитет по правоохранительной системе по правоохранительной работе значит он уже высказывал свое недовольство и называл работу правоохранительных органов украины по делу о майдане неэффективной и неправильной то есть некачественной ну по-видимому я так понимаю что в силу каких-то я не знаю может быть организационных может быть каких-то политических обстоятельств выводы не были сделаны я хочу вам сказать андрей что через неделю 22 января мы будем с вами ну отмечайте вот эту первую годовщину первых жертв на майдане когда там вы убили сережу нигояна жизневского и некоторых других и там три человека было убито значит активисты уже организовывали поминальные дни значит естественно будут подключаться видов вероятные родственники погибших и у меня возникает вопрос вот перед этими людьми нужно будет отчитаться почему потому что люди естественно будут спрашивать кто убил моего ребенка за что его убили да потом 2 до 18 20 февраля будет новая уже годовщина тех массовых расстрелов и что в этой ситуации будет говорить наши правоохранительные органы если интерпол сказал что то что вы нам предоставили то что вы нам рассказывали в течение вот этого времени это все ерунда это никуда не годится поэтому я считаю что вот для того чтобы говорить о том чтобы мы в будущем реагировали на теракты так как это показала франция французский спецназ французские полицейские и специальные службы нам нужно сделать следующее первое значит необходимо пригласить для публичного отчета по этому делу вот после того что нам сказал интерпол руководителей правоохранительных органов парламент в конце концов я думаю что основная масса депутатов которая сегодня сидит в парламенте во многом сидит благодаря вот этим убитым ребятам на майдане я вообще считаю что нужно там поставить возле входа в парламент памятный знак чтобы по крайней мере депутаты этого созыва проходя мимо вот этого знака в память этих жертвах майдана понимали благодаря кому не сегодня находится под куполом стеклянным значит пусть публично раз они вам рассказывали течение года что несколько там тайны следствия все остальное вот теперь уже никакой никакой тайны следствия нет интерпол сказал что все это ерунда значит пусть публично вот в присутствии депутата верховного совета возможно родственника вот этих убитых ребят расскажут как так получилось что течение года вся та версия которую предоставили на суд международной полицейской организации оказалась неправильной что все это рассыпалось по И оказывается мы не знаем ни заказчиков, ни исполнителей, ничего. И я думаю, что вот парламент просто обязан взять под абсолютно жесткий общественный и политический контроль расследование этого дела. То есть либо через создание Временной следственной комиссии, куда нужно будет подключить и журналистов, например, которые расследовали это дело, и общественных активистов, в том числе и общественников, которые были на Майдане, которые могли бы дать показания и прочее. Возможно ветеранов уголовного розыска, которые имеют хороший такой, знаете, бэкграунд профессиональный, которые могут подсказать, направить. И самое главное не дать замолчать, не дать замылить эту тему. Потому что раз Интерпол говорит, что работа проведена некачественно, значит, вот понимаете, такие слушания должны стать предупредительным выстрелом как бы парламента. Если в течение определенного разумного срока не будут даны очевидные, ну поливариантные ответы на все вопросы, которые связаны с убийствами на Майдане, значит, тогда будет парламент иметь право поставить вопрос о кадровой ротации в системе правоохранительных органов. Понимаете, не может быть нормальная ситуация, когда расследование фактически поставлено под сомнение, результаты расследования в значительной мере поставлены под сомнение международными коллегами, которые высказали, прямо скажем, свое ФЭ, качеством работы украинской правоохранительной системы. Отвечает скорее МВД или прокуратура? Я считаю, что здесь есть коллективная ответственность, потому что СБУ расследовала по своей, они даже открыли горячую линию. Генпрокуратура, естественно, расследовала как бы по своей линии, МВД по своей линии. И в результате получается, что каждый расследовал по своей линии, а ответов, которые бы удовлетворяли украинское общество и международное общество, сегодня нет. И Интерпол, вот нынешним фактически заявлением, он подтвердил, что получается время потеряно. Время потеряно, возможно и улики какие-то уничтожены, и сможем ли мы что-то реально сейчас, после такого промежутка огромного времени, реально найти, будет очень сложно. Но, еще раз подчеркиваю, просто так оставить на самотек это дело нельзя. И если нам, международные коллеги из международной полицейской организации, говорят, что следствие проведено некачественно, значит должны быть и ответственные за это. И если, то есть, ну не стрелочники, знаете, как наследователя какого-то рядового поставили, да, там свалили на него в кучу и отправили куда-нибудь там на пенсию или в отставку. Нет, речь идет о том, чтобы ответственность понесли прежде всего политическую телью лица, которые не в состоянии организовать работу правоохранительной системы по этому делу. И я думаю, тогда это был бы и урок для будущих руководителей. И в то же время, знаете, это урок для общества, что не нужно считать власть священной коровой. Или все списывать на войну, на какие-то экономические неурядицы и так далее. Есть понятие ответственности и профессионализма. Если человек не справился в течение определенного разумного промежутка времени, ну нет, в этом проблем. Просто провели ротацию кадровую, пришел человек, который будет работать. Тогда у нас будет развиваться демократия. То есть еще раз хотел бы отметить, что говорить о развитии европейской интеграции в Украине, об укреплении демократии, об эффективной борьбе с терроризмом невозможно без вот такого жесткого контроля над властью. И организации при помощи в том числе общественных институтов эффективного расследования дела о Майдане, которое является знаковым. Если мы его сможем расследовать, если будут, знаете, реальные даны ответы, реальные по поводу того, кто заказчик, кто ответственен, как это все было, какие версии могут быть, не одна какая-то, а 4, 5, 6 версий, чтобы показать, что это профессиональное, а не политическое расследование, тогда, я думаю, у нас есть перспектива пойти в Европу. Если этого не будет сделано, то я боюсь, что мы окажемся в очень плохой и бесперспективной ситуации. Возможно, даже хуже, чем это было при Януковиче. Вы считаете, достаточно вывода комиссии вот этой специальной Интерпола, изложенной в каком-то виде документов, наверное, да? Таким будет ли поводом, чтобы это все принесли в наш парламент, в Раду, да? И люди там просто объявили специальное какое-то совещание по этому вопросу? Или вряд ли они на это как-то отреагируют? То есть будет ли поставлен вопрос к годовщине, может быть, этих событий, первых убийств на Майдане вообще как-то в сессионной зале? Я думаю, что это тест для демократической коалиции. То есть, понимаете, если демократическая коалиция заинтересована в том, чтобы установить правду, то я глубоко убежден, что представители всех фракций поставят этот вопрос. Потому что здесь же вопрос не стоит, знаете, о работе для Авакова, например, для Наливайченко или для Яремы. А речь идет о том, чтобы установить истину. Чтобы люди, которые пришли, еще раз подчеркиваю, в парламент во многом благодаря тому, что вот эти рядовые активисты отдали свои жизни на баррикадах, они должны быть сами, ну, в конце концов, есть же понятие человеческой совести, какой-то ответственности, они должны быть сами заинтересованы в том, чтобы дать ответ на эти вопросы. Потому что, понимаете, если мы не установим, кто заказчик, как все было, но кто даст гарантию, что завтра они будут расстреливать парламент? Никто же не даст гарантии. Или не будут, скажем, заказываться другие политические убийства. То есть фактически террор, терроризм станет элементом политтехнологии. То есть вот же в чем опасность. И поэтому, на мой взгляд, знаете, это будет тестом на искренность и самой демократической коалиции, если они все вот организованно поставят этот вопрос, скажем, на голосование для того, чтобы все-таки, первое, заслушать публичный отчет руководства правоохранительных органов. И второе, это возможно создать вот такую временную следственную комиссию для контроля, как проходит следствие в течение, например, трех месяцев следующих. Если в течение трех месяцев не будет профессиональной работы, тогда, конечно, нужно ставить вопрос о ротации в руководстве правоохранительной системы. Ну, надо, конечно, продолжая эту мысль сказать, что сейчас тоже происходят события некие в зоне АТО и на территориях приграничных уже с саморазошенными, так называемыми, образованиями государственными или какие-то анима ДНР-ЛНР, которые привыкли к смерти многих людей. И за счет этих людей, и благодаря им, может быть, тоже продолжается отработа институтов нашей власти, в том числе и парламента. Ну, конечно. Говоря о этой разновидности терроризма, по сути, это же АТО, терроризм, да, что тут необходимо давать здесь с предстоящей новой волной мобилизации, которая уже 20 января же будет. Вот как вы думаете, даже Богомолец написала сейчас статью о том, что, ну, вот она очень сомневается во всем, в целесообразности и переживает, главное, по поводу того, что может вспыхнуть какая-то, ну, совершенно неизведанная нам еще форма коррупции в связи с 8 миллиардами, которые идут на военные расходы в бюджет и грифом секретность, который позволяет некоторым бизнесменам, и нет существующих, ну, нет законов, которые бы этому препятствовали, зарабатывать деньги, по сути говоря, на этом бюджете, на этой строке в бюджете и так далее. Вот мобилизация предстоящая и, опять же, в связи с проблемами терроризма. Как вам это видится? Ну, я вам скажу честно, что для меня в определенной степени странно, когда под мобилизацию попадают люди, скажем, с военно-учетными специальностями, там, механик или, скажем, там, ну, человек, который там специализируется на полевой кухне. Ну, вот вы можете себе представить на работе полевых кухонь, там, на тыловом обеспечении? Ну, я еще понимаю, когда, скажем, мобилизируется снайпер. И то вопрос, какого качества, например, такой человек, то есть, служил ли он в армии, имеет ли он соответствующий опыт, сказать сложно. Но когда речь идет о каких-то, знаете, рядовых, там, комбайнерах, трактористах, которые, как водители берут в эту зону АТО подвозить что-то, возникает вопрос. Вообще, а что это такое за АТО? Что такое антитеррористическая организация? Ну, два аспекта, политические и военные, вы же так разбираете. Ну, давайте разведем. Вот мы говорили о Франции, мы начинали с Франции. Ну, вся страна наша имеется в виду, и весь мир в режиме прямого эфира видел антитеррористическую операцию. Особенно, когда речь шла о кошерном магазине, когда, помните, я сам смотрел по Телевизиону Ду Франс, значит, прямой репортаж, они буквально в режиме онлайн показывали эту террористическую операцию, антитеррористическую операцию. Кстати, когда первый был вот ее этап, вы видели, что там СНН вырезала кадр, когда все-таки добивали они полицейского, это вот с целью пощадить как-то психическую... Ну, дело все в том, что я не знаю, как СНН, французы показывали все в режиме онлайн, и вот этот момент, когда убили этого парня, лежащего полицейского, добили его, они его показали. К сожалению, я не знаю, ну, видно, это для соблюдения определенной такой, знаете, правдивости событий. Ну, может быть, это, кстати, жестоко, но, наверное, это и правильно в некоторой степени, чтобы все видели и понимали, с чем люди имеют дело. Поэтому мы видели это все в режиме онлайн антитеррористическую операцию, где действовали спецназ, где действовала совершенно полиция, которая выстраивала внешнее оцепление и прочее. Видеть сегодня антитеррористическую операцию, в которой используются гиацинты, пионы, я имею в виду самоходные артиллерийские установки, грады и прочее, и говорить, что это антитеррористическая операция, ну, для меня, скажем, это вопрос. Я не человек, не военный специалист. И ставить вопрос о разведении тяжелой артиллерии на расстоянии 20 километров, да, границы и так далее. Насколько это соответствует антитеррористической операции, я скажу честно. Вот с военной точки зрения возникают вопросы, насколько это соответствует. Является ли это сегодня антитеррористической операцией в том виде, в котором мы видели во Франции, как локальный момент. Либо мы говорим о какой-то войне. Но если мы говорим о военных действиях, о войне, то мы тогда должны понимать также и о том, а что это за война. То есть является это ли внешней агрессией, или это внутренний конфликт, который имеет формы гражданской войны с элементами внешней интервенции, интервенции внешнего вмешательства то есть это уже другой порядок понимаете и тогда конечно в таком ракурсе возможно процесс мобилизации тоже должен будет рассматриваться по-своему насколько он будет соответствовать ну а вот а бюджета чтобы богомолец поставил вопрос интересно что нет законодательства никакого связанного с действием наших вообще вооруженных сил там генералитета людей которые занимаются поставками армии продовольствия только же волонтеры там или какие-то корабли через одессу из канады приходят ежики серьезные очень движение там тендера какие-то их объявляют не но вы знаете я хочу отметить следующее что мне кажется если мы говорили им говорим о статье богомолец то если не изменяет память ольга богомолец является депутатом верховной рады и зачем же сейчас говорить о коррупции в бюджете если вы сами за этот бюджет голосовали никто же вас не заставлял нажимать кнопку то есть если вы если уже быть честным до конца то необходимо было набраться мужества и сказать что мы за вот этот бюджет голосовать не будем потому что это бюджет поддельный потому что в нем заложены новые налоги для малоимущих потому что он не прозрачный здесь есть очень много лазей для коррупции и мы за этот бюджет таком виде голосовать не будем ни при каких обстоятельствах давайте найдем способ когда этот бюджет будет доработан когда он будет прописан полностью когда будет понятная прозрачная прозрачная система контроля над расходованием бюджетных средств прописана в соответствующем законодательстве. Когда мы его прочитаем хотя бы, да? Они же там многие не читали. Я хочу как раз вот тоже об этом сказать. Тогда это был бы честный разговор. А когда они проголосовали за этот бюджет, а сейчас пишут статьи о том, что это бюджет коррупционный, значит, это о чем говорит? Это говорит о попытке снять себя ответственность за будущее злоупотребление финансовыми ресурсами бюджетными, под видом войны, мобилизации и всего прочего, и сказать, что мы не виноваты. Нет, господа, виноваты, потому что никто у вас на эту кнопочку, как бы... Но не все голосовали, не все. Да, вот я хочу как раз и сказать, что здесь возникает очень интересный момент, что, помните, сколько было критики относительно того, что не все депутаты коалиции голосуют? Но была четкая, понятная позиция, которая говорила о том, что, ребята, мы за такой бюджет в таком виде, когда сверху написано бюджет, открываем, а там, как говорил, кажется, депутат Левченко из Свободы, просто чистая резаная бумага, знаете, вот как у преступника есть кукла, вот, когда там пара купюр сверху, да, и снизу, а внутри там просто резаная бумага, макулатура фактически. Вот такую куклу, к сожалению, предложили и в парламенте. И почему-то депутаты за нее проголосовали, не все. Вот я хочу сказать без каких-то, без комплементарности, но я считаю, что те, кто поступили, ну, так, скажем, ответственно, и не проголосовали, они поступили правильно. Почему? Потому что все равно бюджет будут пересматривать. Уже об этом все говорят. О том, что такой бюджет, но он не имеет никаких перспектив. Скорее всего, понятно, что бюджет принимали под миссию, под работу миссии Международного валютного фонда. Но, опять-таки, мы не знаем, даст ли эти деньги Международный валютный фонд. Не даст. Источники в Кабмини утверждают, что якобы дадут даже 5 миллиардов. Но дойдут ли эти деньги до Украины, вопрос. Или они сразу же уйдут в счет оплаты долгов перед Российской Федерацией, например, за газ, и еще за что-то. Мы же не знаем. Что-то, наверное, прилипнет к рукам, как очень часто бывает, к сожалению, в нашей стране. Иногда бывает. И вот еще раз подчеркиваю, возникает у меня вопрос депутатов тогда. Зачем же вы пишете сейчас статьи о коррупции, если вы заголосовали за этот бюджет? Тогда не нужно писать, то есть, ну, нет ответственности. Ну, все же, вот Андрей Ильич, военная составляющая бюджета. Вот что для вас это сегодня? Траты на оборону, на вооружение. Тут знаменитый был налог, когда со всех же наших вот белых легальных зарплат, небольших, скромных, трудовых, но отчисляется армия, так сказать, на обороноспособность, на повышение обороноспособности. Очень много волонтеров и так далее. Но теперь 8 миллиардов эти, которые заходят. И как-то это предполагает, наверное, какую-то эскалацию или же не обязательно? Вот смотрите. Или просто перемодернизацию армии может быть то, о чем президенту. Правильно. Давайте так, смотрите. Первое, давайте скажем. Значит, что касается военного налога. Правительство отчиталось, хотя бы по результатам финансового года, как были потрачены эти деньги. Сколько было куплено оружия, сколько было куплено техники, сколько было куплено, я не знаю, продовольствия, сухпайков и прочего. Ничего нет. Мы не знаем. Мы только слышим о том, что эти деньги, что всем занимаются волонтеры. Вот понимаете, что всем занимаются волонтеры. То есть налог военный забирается у граждан, он где-то аккумулируется, а армию снабжает волонтеры. Куда идут эти деньги с военного налога? Очень хороший вопрос. Мы не знаем. К сожалению, вот, кстати, это тоже вопрос для депутатов, почему до сих пор, ну, хотя бы элементарные какие-то, вот мы говорили о принятии бюджета, хотя бы элементарные данные по расходованию этих средств не были представлены. Они же немалые средства там, да? Вот конкретно, конкретно по расходованию военных, вот этих средств военного налога. Вот по цифрам, понимаете? Никто ничего не знает. Теперь второй вопрос по относительно 8 миллиардов и эскалации конфликта. Очевидно, что когда бюджет, значит, фактически в бюджете около 30% расходов составляет военные расходы, закладываются военные расходы, это говорит о чем? О том, что, скорее всего, ружье, которое висит на стене, оно рано или поздно выстрелит, да? То есть, для чего делается такая массовая милитаризация? Естественно, для того, чтобы каким-то образом использовать это, наверное, военные действия. Другой вопрос, что здесь нужно понимать, на мой взгляд, что, понимаете, в чем дело? Это, конечно, плохой сценарий эскалации и вот такой войны без конца. Почему? Потому что, естественно, он может привести к ужасающим последствиям у нас в Украине. Скорее всего, такой вариант эскалации ускорит экономический крах в нашем стране. О дефолте, говорят сегодня уже все, кому не лень. Ну, если сама госпожа Ярейска в интервью министр финансов Украины, в интервью Блумбергу заявила о том, что Украина находится в отчаянном финансовом положении. То есть, ну, это же не кто-то сказал там с подворотни, это сказала министр финансов. Потом она поправилась, что ее неправильно поняли, дескать, Украина не банкрот, но, знаете, слово не воробей, вылетело уже не поймаешь. То есть, война в таком ракурсе, конечно, приведет к ухудшению резкому экономической и социальной ситуации и фактически, ну, как бы, станет вопрос именно о том, как мы будем выкарабкиваться из этого. Будет ли дефолт или не будет. Я думаю, что многое будет зависеть также и от того, найдет ли Украина спонсора и как эти деньги будут расходоваться. Очевидно, что внешние спонсоры, я имею в виду МВФ, Европейский союз, они не хотят финансировать войну. То есть, они бы и дали бы деньги какие-то кредитные, если бы эти деньги шли на реформы. Но есть риск того, что эти деньги могут уйти как раз в эту часть военную, вот в эти, дополнительно к этим 8 миллиардам, да, для того, чтобы как бы увеличить этот военный бюджет еще больше, они могут дополнительно уйти. И поэтому внешние кредиторы сейчас стараются как бы занимать нейтральную позицию и пока не обнадеживают наше правительство и Украину возможностью, значит, предоставления дополнительных финансовых ресурсов. И я их по-человечески понимаю. Ну, а кто хочет финансировать, скажем, из средств МВФ войну? Никто не хочет финансировать. И поэтому я думаю, что здесь речь идет о чем? О том, что если эти 8 миллиардов будут потрачены на войну, имеется в виду на эскалацию конфликта, то, естественно, что в такой схеме их не хватит. Скорее всего, это может привести к определенным, я не хочу говорить о поражении, но неудачам, скажем так, на фронте. Потому что, ну, будем говорить так, что, по крайней мере, из той информации, которая сейчас есть, свободная в интернете, в средствах массовой информации, к сожалению, оружие, и, кстати, сам Пашинский, кажется, из Народного фронта заявлял, что и оружие, и по количеству уже вот этих служащих, вот этих формирований на Донбассе, они уже больше даже, чем украинская армия. Да, буквально Пашинский на днях заявил о том, что количество людей, находящихся вот в этой так называемой армии Новороссии, больше, чем тех, кто находится в зоне АТОС украинских служащих. И качество вооружения у них лучше. То есть, другими словами, понимаете, создается вот такая ситуация, при которой мы можем потерпеть, ну, не то чтобы поражение, но неудачи военной на фронте. А это, в свою очередь, приведет к ухудшению социально-экономического ситуации, к падению доверия к правительству и президенту, то есть, к политическому кризису. К слову об эффективности средств, это привело, что до сих пор не расследованы даже еще и виновные в Иловайском котле. Ну, это с собой. Военных уже будем говорить. То есть, уже и о военных, и о волонтерах. Понимаете, то есть, ну, вот я и говорю о том, что... С Майданом разобраться, а потом уже за Иловайском. А потом уже и с Иловайском. Тут у нас, вот в том-то и дело, что у нас проблема нарастает, как снежный ком. Майдан, Иловайск, вот эти кражи, коррупция, которая сопровождает военный конфликт на Донбассе. То есть, это огромный ворох проблем, с которыми я не знаю, кто будет разбираться вообще в перспективе. Но если мы говорим о нынешней ситуации, то, что вы задали вопрос, то, конечно, тогда это очень опасный момент, который вот, если, знаете, но тут еще один момент, что и наша власть, она сейчас, и правительство, прежде всего, ну, в некоторой степени президент, они тоже заложники ситуации. Потому что, если все-таки дефолт, так вот, есть, знаете, будет такая спокуса, как сказать, искушение. Такое искушение, значит, спрятать дефолт в войне. То есть, потому что, если у нас нет войны, ну, сейчас, есть некое перемирие, то очевидно, что за возможный дефолт или за возможные социально-экономические и финансовые неудачи будет отвечать правительство, прежде всего. Если же, если же случится военный конфликт, эскалация, о которой вы сказали, то ответственность будет нести, скорее всего, президент, как верховный военокомандующий. То есть, на него навешивают и военные неудачи, и вот это экономический, и финансовый провал. То есть, он станет крайним в этих разборках. Ну, естественно, пострадает и правительство, скорее всего, и коалиция в парламенте, но главным будет, как бы, ответственным за вот эти неудачи, президент. То есть, здесь еще один очень интересный. дефолт, он нужен или не нужен нам сейчас? Вот, может быть, он страшен. То есть, в том-то и дело, понимаете, смотрите, что получается. И тут возникают вот эти противоречия, которые мы сейчас видим. Вот вы спросили о Богомолец и о других, но это же не только. Вообще, такая внутренняя борьба идет в коалиции. Почему? Потому что, наверное, правительству хотелось бы, как это не цинично звучит, спрятать, возможно, дефолт вот в такой эскалации конфликта, когда можно все списать на войну, как это было в 2014 году, летом и осенью, когда, помните, рушился долг, рушилась гривна, там банки лопались один за одним и все списывали на войну. И вот здесь будет как раз очень такое большое искушение списать на войну вот этот возможный грядущий дефолт, если МВФ не даст деньги по результатам своей эмиссии. А если все-таки мы удержимся вот в этой экономической, ну, если все-таки, скажем так, ситуация удержится в относительном контроле и такого военного конфликта не будет, то тогда, конечно, ответственность за возможный дефолт и такие финансово-экономические потрясения должно будет нести лично Яценюк, ну, и во вторую очередь Гонтарева и Орейска. То есть возникает как бы немножко другой состав ответственных, то есть уже как бы без Порошенко, понимаете. И вот, наверное, на этой почве идут какие-то внутренние интриги и разборки внутри самой оппозиции, связанные с тем, что и бюджет вот такой некачественный подготовили и заставили, вы помните, даже Петр Иосифович приезжал в парламент, заставлял свою фракцию голосовать, а теперь, видите, Богомолец пишет статью, что нас чуть ли не обманули и вот, дескать, 8 миллиардов находится в зоне коррупции. А что ж ты раньше? Надо было президенту сказать, что мы не будем голосовать, раз у нас нет соответствующих как бы возможностей проконтролировать расходы вот этой военной части бюджета. А сейчас, видите, все задним числом как с этим монтируется, Андрей Иосифович, все-таки то, что в Астане, скорее всего, уже не будет этой встречи или будет, или что там-то могут решить. А это тоже интересно. С нашими внутренними проблемами. А это очень интересный момент. Почему? Потому что, смотрите, как получается. Естественно, ну как бы все заинтересованы участники этого стола, но мы не говорим сейчас о России, но мы говорим о Европе прежде всего. Они заинтересованы в таком мирном, относительно мирном, стабильном развитии ситуации, потому что никому не хочется на границах Европейского Союза иметь войну полномасштабную. И 45 миллионов человек в центре Европы вдруг оказываются в таком водовороте тяжелейших военных событий. Европе этого не хотят, это понятно. Это Германия не хочет, Франция не хочет, Брюссель не хочет. У России сложнее. Они хотят как бы немножко защитить свои интересы, как они это считают. То есть, чтобы Украина была нейтральная, чтобы не было там баз НАТО. Он говорит об этом Лавров постоянно. Наша задача в этой ситуации выжить. Выжить и сохраниться. Как государство, как некий субъект. К сожалению, мы многие такие вещи, связанные с субъектностью, утратили сейчас. То есть, видите, мы и в долгах, как в шелках, и война, и такая нестабильная ситуация внутри страны. Ну, по крайней мере, мы еще, нас рассматривают как государство. Поэтому, задача наша в этой ситуации выжить. И смотрите, что получается. И получается ситуация такая, что поскольку у нас пока не просматривается возможности для такого стабильного прогноза, будут стрелять на Донбассе, не будут стрелять, пока сохраняется риск дефолта. О дефолте мы с вами говорили. Если дефолт будет в относительно мирном варианте, то тогда будет ответственный Арсений Петрович, экономический блок правительства, руководство Национального банка. И более того, в таких обстоятельствах дефолт может закончиться досрочными парламентскими выборами. Потому что вы же сами прекрасно понимаете, что тогда за дефолт коалиция не захочет нести ответственность. Толпы людей, штурмующие банки, огромный уровень девальвации национальной валюты. Иларионов, Андрей Иларионов, российский экономист, писал, что при таком жестком сценарии у нас может быть 50 гривен за доллар. Представляете, что это такое по ценам, по всему. Это социальный взрыв. И для того, чтобы разрядить социальный взрыв, нужны будут досрочные парламентские выборы. Скорее всего, они могут в таком сценарии пройти даже летом этого года. И тогда, естественно, вот когда пройдут новые досрочные парламентские выборы, если вдруг мы говорим о дефолтом сценарии, тогда вот эту встречу в Астане можно будет перенести немножко на более поздний срок. Потому что, скорее всего, придет новый парламент, придет новое правительство, будут новые возможности для работы. И, вероятно, тогда так или иначе станет вопрос и о реформировании бюджетной системы. Так а на какое число и готовят ее? Говорят, что могут быть в феврале, может быть в марте. понимаете, в конце концов откладывать могут и до... Откладывают, ждут, будет дефолт или не будет, да? Я думаю, что не то, чтобы ждут, будут дефолт или не будут. Я думаю, что пока ждут, чтобы все же позиция по миру была общей для всей страны. Для всего, точнее, политикума, я бы так сказал. Потому что все же есть часть политикума, которые делают ставку на войну. Но не потому, что им хочется воевать, а потому, что им нужно спрятать дефолт. И не потому, что если, мы же говорили уже об этом, если дефолт у нас идет в войне, значит, у нас ответственно и понятно. А если еще, не дай бог, военная неудача какая-то, то Петра Алексеевича, как говорится, выносят. Да, из кабинета. Не смешно, но вот такой юр у нас. Ну, это такие, почти Чарли Абду. А если, между прочим, а если, скажем, речь идет о мирном сценарии, то выносят Арсения Петровича. И естественно, что в этой ситуации как бы внешние игроки тоже смотрят. А кого же вынесут? Вот хороший есть такой вопрос, хоть святых выноси, наверное, это правда, да? Такой устойчивый оборот. Ну, дело все в том, что мы смеемся, но это плохой сценарий, ужасный. Почему? Потому что, понимаете, выносить же могут быть по-разному. Есть вопрос выноса под музыку, да, а есть вопрос выноса немножко другим способом, которым, кстати, мы видели в Шарли Абду в прямом эфире. Точнее, в этом кошерном магазине в Париже. Это тоже был элемент выноса. Да, да, как-то так. Раз мы и замкнули снова на уже кошерный магазин, но там, кстати, уже какой-то герой Франции, да, человек, он там же прятался в коробке из Мали. А, кстати, очень интересный момент. Видите, этот парень, да, этот Басала, его, кажется, фамилия, 24 года, и он спас шестерых, если мне не знаю память, и причем самое интересное, что он в холодильнике у нас спрятал. Очень такой находчивый человек. Вот, кстати, знаете, я понимаю, почему вы задали Амали, потому что он мусульманин, этот парень. Ну, потому что воюет Франция в Амали потихонечку. Операция-то была там. Да, но дело все в том, что вот мне очень понравилось, кстати, если мы говорим, возвращаемся к Европе, уже о таких геополитических аспектах, то мне кажется, что нам нужно поздравить политтехнологов и политконсультантов Елисейского дворца, которые очень правильно, я бы сказал, очень профессионально уловили угрозы, которые поставили международные террористы перед Францией. Это угроза единству Франции, единству общества. И вот помните этот марш, в котором принимали участие мировые лидеры, в том числе из Израиля, из Палестины, из некоторых арабских стран, он как раз показал, что стравить Европу как отчасти христианскую и постхристианскую цивилизацию с миром ислама, ну не удастся на данном этапе. И террористы, и их заказчики, которые, вероятно, ставили именно такую, они как бы ставили такую задачу. Ведь помните, потом начали поджигать синагоги, были какие-то удары по церквям, подожгли несколько, значит, молельных домов мусульман по Франции. Вот. Как раз это, между прочим, показало, что очень правильно эту угрозу поняли, откуда идет, так сказать, посыл и на что направлен удар международных террористов. И поэтому этот марш единства, в котором принимали участие и черные, и белые, и мусульмане, и христиане, и нехристиане, представители других конфессий, он показал, что в Европе правильно понимают угрозу исходящую. Во Франции, да точно. Во Франции, точно. Четвертой республике у них там накопилось немало воспоминаний о Балжирской войне и так далее. И в Германии это поняли. Ведь марш мира, который мусульмане организовывают, который принимала участие Меркель, это же тоже как раз понимание того, откуда идет угроза и кто специально как бы подстроил, ну не подстроил, а ударил, будем говорить так, по Шарли Эбдо и по кошерному магазину и по другим. Для чего, как бы, вот это вообще ударил, говорят, что Путин ударил. Вы знаете, я не хочу конспирологические версии комментировать. Почему? Потому что, знаете, меня всегда напрягают такие странные смерти, которые вот такого рода теракты сопровождают. Вот в частности, меня как бы немножко удивила неожиданная смерть, такое странное самоубийство комиссара полиции, который занимался расследованием. Вы помните, в первые сутки этот человек, один из лучших сыщиков Франции, Фреду, кажется его фамилия, он с 97-го года в органах правопорядка и вдруг неожиданно он застрелился. Его нашли на рабочем месте, значит, как бы он покончил жизнь. Понимаете, у меня как бы всегда такие самоубийства, ну вот они как бы, ну да, может быть ситуация, при которой человек там вдруг не выдержали нервы, да, и он покончил жизнь. Ну понимаете, это из того же резряда, когда мы говорим о Путине и так далее. Я думаю, что здесь речь идет о другом, что очевидно международные террористы хотят сегодня столкнуть Европу, европейскую цивилизацию прежде всего с миром ислама и с одной стороны, а с другой стороны, если вы обратили внимание, там замешан ИГИЛ, вот это исламское государство значит Ирака и Леванта. И речь идет о том, что ИГИЛ фактически, который как бы является одним из заказчиков этого этого преступления, в то же время сейчас стремится перенести террористическую военную активность и на территорию Саудовской Аравии, кстати. Я хочу отметить, что я думаю, даже как бы основная цель тут не столько Франция, сколько прежде всего Саудовская Аравия. Для террористов имеется в виду международных и тех, кто стоит, вероятно, ну те заказчики, которые вероятно стоят за вот этими рядовыми международными террористами. Почему Саудовская Аравия? Потому что Саудовская Аравия сейчас повела очень интересную политику на мировом нефтяном рынке. Вы видите, что сейчас рушатся цены на нефть. С одной стороны, конечно, это очень больно бьет по бюджетам многих нефтедобывающих стран. И Российской Федерации, и Ирана, и Венесуэлы, и самой, кстати, Саудовской Аравии, которая тоже страдает от этого. Но почему саудовцы сегодня вдруг повели такую политику неуступчивую, жесткую, как бы несмотря на просьбы Ирана, Венесуэлы, они все равно проводят свою. Почему? Потому что они правильно сказали, они хотят сохранить рынок, потому что на рынок стала выходить сланцевая нефть. Сланцы. Помните? Ну, конечно, американская франция. Да. И здесь возник очень интересный момент, что чем ниже падает нефть, и, соответственно, цена на газ, тем хуже становится ситуация со сланцевыми компаниями. Тем не выгоднее ее добывать. Тем не выгоднее ее добывать. И более того, уже официально объявляется о первых банкротствах этих сланцевых компаний. Но это не только удар по американской нефтянке, это же удар и по финансовой системе крупных государств, таких как США, Канада, Великобритания. Почему? Потому что я хочу отметить, если вы посмотрите структуру банковского сектора этих государств и их инвестиции в энергетической отрасли, то вы увидите, что, например, крупные банки, такие как Скоттия банк в Канаде, 35% всех финансовых ресурсов связаны как раз на энергетических потоках и прежде всего на сланцах. Сити Групп, крупнейший инвестиционный банк, 12% и так далее. То есть, если мы возьмем эту раскладку, то мы увидим, что там огромные деньги. Я где-то встречал цифру 800 миллиардов, стоит на кону сейчас. Но это только одна проблема. А есть же еще проблема налогов. Ведь нефтяные такие компании платят огромное количество налогов. Прямых, непрямых. А банки завязаны на андеррайтинге облигаций этих компаний. Это же тоже деньги. Понимаете? То есть, там суммы колоссальные на самом деле. И если сейчас обанкротится вот этот сланцевый сектор, то это потянет за собой и некоторые крупные финансовые институты. Прежде всего, США, Канады, для Великобритании. и обанкротит некоторые бюджеты. Как же саудиты такое могут допустить? Они же союзники. Союзники же, так сказать, сабло Америка. Вот в том-то и дело. Как раз и возникает вопрос, насколько они союзники. Понимаете? А раз не союзники, тогда возникает угроза международного терроризма. То есть, потому что нефтью ведь торгуют и ИГИЛ. Это же тоже известные факты. добывают. Они добывают, торгуют через какие-то подставные компании. Не так много, конечно. Не так много, конечно. Но все равно. Не хватает. А миллион в день? Я не знаю, это точно цифра. Она может быть варьироваться плюс-минус. Но я допускаю, что миллион в день. Представьте себе, тоже огромные деньги по большому счету. Да, куда девать их просто. И вот как раз в этой ситуации видите, и возникает как бы серьезнейшая угроза прежде всего для Саудовской Аравии, которую, кстати, понимает на Ближнем Востоке. Я хочу отметить, что если вы помните, позавчера или вчера даже было заявление президента Египта маршала Аль-Сиси, который сказал, что в случае угрозы египетская армия готова защищать Саудовскую Аравию от международного терроризма, поскольку все понимают, что с одной стороны Египет финансово зависим от Саудовской Аравии. Саудовская Аравия главный спонсор военного режима в Египте. А с другой стороны, если загорится Саудовская Аравия, то естественно моментально загорится и Египет. А если загорится Египет, то Красное море превратится в нечто подобное Аденского залива, где кишат пираты, и сразу же станет вопрос безопасности прохождения через Суэцкий канал. Как не вспомнить, что в год тоже был конфликт и кризис. Абсолютно правильно. Теперь смотрите, что дальше происходит. На юге Саудовской Аравии живут шииты, и они же живут частично в Йемене. Шииты и обострение Суницко-Шиитской противоречий кого втягивает? Иран. Взрыв Ирана, а Иран это китайская бензоколонка, если так можно сказать, это сразу же втягивает как минимум Китай с энергетической точки зрения. А как элемент безопасности региональной ставит под угрозу ситуацию в Афганистане, где Талибан уже заявил, ну я вчера читал о том, что они заявили, что дескать они будут сотрудничать с этим ИГИЛ так называемым, и безопасность Центральной Азии. То есть вот эти волны могут пойти в Центральную Азию, понимаете? То есть загорится вся Евразия. Вот как с такого локального инцидента в Шарли-Абдо, если бы французы неправильно сориентировались, могла бы распространиться такая страшная ситуация в Евразии всей. И я хочу отметить, что слава Богу понимают многие мировые лидеры эти угрозы терроризма и спонсоров его, и тех, кто... То есть вот почему они собрались там? Вот они почему собрались, они хотели обсудить этот вопрос. Я хочу отметить, что даже далекая Венесуэла президент Мадуро буквально на этой неделе был кажется вчера или позавчера в Иране разговаривал с иранским лидером. Вы знаете, что иранский президент вероятно будет впервые за долгие годы представлено Мюнхенской конференции в Европе по безопасности. Кроме того, Мадуро выступил как посредник в диалоге между Тегераном и Эр-Риядом. Он сразу же после Тегерана поехал в Эр-Рияд, в столицу Саудовской Аравии договариваться о том, чтобы, не дай бог, не случилось вот этого противостояния по линии сунниты, шииты и отношения между двумя крупными государствами не вошли в такой период войны. И я думаю, что это очень хорошие такие симптомы, поскольку они показывают, что разумные люди, ответственные политики объединяются для того, чтобы противостоять терроризму, спонсорам терроризма и заказчикам, вероятно, террористических преступлений. Андрей Викторович, Викторович, какую картину просто так вот такими мощными штрихами набросали нам такую блестящую апокалиптическую картину, как могло бы быть, если бы мировые лидеры все-таки не среагировали вот так. Ну, на самом интересном месте все-таки мы продолжим обязательно. Спасибо. Спасибо. С нами был Андрей Дорошенко, политолог, и мы продолжаем трансляцию на Украл СТВ.